Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Одна седмица разделяет нас, братья и сестры, одна седмица разделяет нас от благословенного поприща Великой Четыридесятницы, Великого Поста. И о, странно, на прошлой неделе мы слышали в Евангелии «Приди, благословенный, и я заколю для тебя тельца». А на этой неделе мы слышим «Горе мне, горе мне, и горе вам, горе вам, отойдите от меня, делающий беззаконие». И так хочется сказать, о, что за странность, спаситель мой, что за непонятные речи ты говоришь о Христе мой. Еще семь дней назад ты говорил «Приди, мой возлюбленный, я все тебе прощаю». Еще семь дней назад ты говорил «Вот, возьми свое богатство, иди куда хочешь», и наделял меня такой свободой. И уже сегодня ты говоришь «Убойся, ибо предстоит тебе суд». Убойся, ибо можешь ты разделить участь с людьми отверженными, с людьми проклятыми. Даже не боится Господь этого слова. А весь этот страшный и пристрашный парадокс хранится в нас самих, братья и сестры, хранится в нашей свободе. Ибо великий продолжательство Христовых апостол Павел говорит об этом просто. Все вам полезно, все, что хотите, делайте. Все вам дозволено, но не все полезно. Все дозволено человеку. Обладает человек любыми способностями, любыми возможностями. И делает с собой волен все, что хочет, но не все ему полезно. Если коровы и другие пчелы, и другие обитатели нашей земли, они живут только согласно своим инстинктам, и по заложенной программе, Богом заложенной программе, они не могут отлучиться ни вправо, ни влево. Не может пчела сказать, я больше не несу мед, а пойду теперь давать молоко. Не может корова сказать, я вот не буду давать теперь молоко, а пойду вить гнездо, как птицы. Не может птица сказать, я вот брошу теперь вить гнездо, а пойду словно бобры строить плотины. А человек может сказать, хочу делать все и буду делать, что хочу. Приходит ночь, и человек зажигает огонь, говорят древнейшие философы. Все ложатся спать, а человеку не имется, он зажигает огонь и начинает вот эти вот страшные эксперименты со своей свободой. И вот эта вот свобода, о ней сегодня Господь говорит, ее он хочет вынести на суд. Как мы ей распорядимся? Эта свобода может послужить нам величайшим благословением и возвысить нас, выше даже ангелов некоторых возвышают. А может эта свобода не извергнуть нас в самые пропасти. Ибо любая страсть, любая страсть это уже есть мучение сама по себе. Нет человека, который бы мучился какой-либо страстью и был бы счастлив. В этом парадоксе богатых людей, многие смотрят на богатых людей и у них просыпается зависть в сердце. Они говорят, вот как человек живет, он ездит на хорошем автомобиле и вокруг него служанки и слуги. И просматривает он многомиллионные счета по утрам и смотрит, следит за богатством и пересчитывает детей и внуков. Но если у этого человека есть хоть одна страсть, омрачается все, что он имеет, все его счастья омрачаются. И напротив, если человек кажется, что живет в нужде, кажется, что он весь испытывает страшные боли, весь все его тело покрывается язвой и от химиотерапии не осталось у него ни одного волоса на голове, и если этот человек не имеет страсти какой-либо и пристрастия какого-либо, то этот человек свободен и свобода эта дарует ему свет и радость в его тело. И он пребывает, как и святые уже на небе, он пребывает так на земле и почивает. Как апостол Павел говорит, не вплоть жалодом, и я мучаюсь ежедневно. Мы знаем, что апостол Павел подучкой болел и падал, и его ученики относились, чтобы кто не видел, ему было тяжело. Но в то же время он говорит, это мне дано, чтобы я не превозносился. Это мне дано, чтобы я не превозносился. А почему? Потому что страсть, превозношение, гордость и уничижение ближнего, это страшно. Любая страсть, братья и сестры, она несет прежде всего тиранию. Святой Максим Исповедник говорит, есть слово любовь, а что мы противопоставляем слову любовь? Никакой либо ненависть мы противопоставляем, как мы, люди, выросшие на западной культуре. Что вот есть любовь, некое чувство, и есть ненависть, как некое чувство. А любви, святой Максим Исповедник противопоставляет понятие тирания. То есть, когда человек любит, он открыт, и он действует согласно воле Божьей, и всех, и его любовь на все простирается, и он слышит это, что в Евангелии было сказано, что если кто-то где-то в тюрьме, или кто-то страждет, или кто-то подвернул ногу, или кто-то обжегся, или что бы ни случилось с человеческой немощной природой, его сердце от этого сжимается. Как говорит Исаак Сириев, слезы текут, если он видит любую тварь страждущей, будь то микроб последний, будь то собака, кошка, курица, любая тварь, если страждет, любящее сердце видит, и у него слезы накатываются на глаза, и он не находит себе покоя, и возносит воздыхание. И напротив, человек, который оборабощен какой-то страстью, он закрывается внутри себя, он в своем таком солипсическом провале, и у него вырабатывается тирания, он не способен любить. И если с этим человеком будем находиться рядом, день выдержим, два выдержим, три выдержим, а потом начинается кошмар. Почему современные не могут, брак и муж, жена, два дня вместе поживут, на третий уже расходятся? Потому что и один, и другой отержим страстью. И один от друга отержим страстью. Сначала просто в детстве приобретается какой-то дурной навык, потом этот дурной навык перерождается в страх, потом страх перерождается в ненасытность, потом эта ненасытность переносится на что угодно, на еду, на телефон, на фейсбук, на телевизор, на любую, казалось бы, благородную вещь. Все делается со страхом, со страстью, и все приносит боль и кошмар. Будь это живописец, будь это строитель, будь это кто угодно. Он одержим сначала просто страстью, потом это все превращается в страх, и потом и весь кошмар выводится наружу с этим человеком. Невозможно даже в машине проехать в 10 минут. А бывает наоборот. Человек приносит покаяние и говорит, Господи, прости меня. Я и вдруг резко, он словно солнце нагрелось, и он тает, 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 весь лед растаивает, растаивает. И пробиваются почки, пробиваются цветы, и человек расцветает, и с ним приятно, и все вокруг собираются. И не только люди, но и животные приходят. Как мы это видим на примере святых, как Герасим льва кормил, и отец поиси змею поил из блюдечка, и прочие истории, чудесные истории, как святые общаются с окружающим миром. Вот как устроено. Поэтому мы, люди, не владея своим телом, каждый умный человек, каждый здравомыслящий человек понимает, что не застрахован он от болезни. Нет такой Божьей страховки, которая бы сказала, благословляю тебя, и ты не болеешь. Нет, человек не владеет своим телом, человек не владеет своей судьбой, человек не знает, когда он умрет, сегодня, завтра, или через три минуты выйдя из этого храма. Но все, чем он владеет, это своей волей, частью воли этой, и он ее может принести Богу, и называется это покаяние, то есть изменение. Покаяние не просто, прости меня, батюшка, Бог простит, я пошел. Не получится так, не получится, не действует ничего легко, не действует ничего просто. Святые отцы на Афоне сказали, слова легко и просто разрушат не только этот Афон, но разрушат и весь мир. Легко и просто не будет ничего. Тяжело будет, будет тяжело. Сказал, как пишет Симеон Новобогослов в своих чудесных гимнах, обители, сказал спаситель, много, но все они внутри чертога. Обители много, есть обители для водителей, есть обители для нянечек, есть обители для художников, для поэтов, для строителей, для милиционеров есть обители. И для налогового служащего есть обители, для каждого есть обители, но все они внутри чертога. А в этот чертог входят только те, кто одел брачную одежду, любви Божией и любви ко всякой твари и ко всякому движущемуся существу. И уж тем более к человеку, потому что Господь сам человеком стал. Не стал другой тварью, не стал другим животным, хотя мог стать другим животным. А человеку дал, потому что его делал своими руками, не изводил из камней, как прочая тварь, из воды, из камней, оттуда, оттуда, разделялась, уточнялась. А своими, как бы, и свое дыхание был в человека, перстом своим коснулся. И избавляет его от конца любая тварь, конечно, а человек убирает конец, стирает. А убирая конец, говорит Максим Исповедник, стирает и начало. Что в начале у нас, в нашей жизни? Комплексы, родительские грехи, алкоголизм, наркомания, проституция, воровство. Вот что в начале нашей жизни. Разве это уйдет с нами? Не уйдет. Снимает Господь и конец, снимает Господь и начало и вечными принимает нас к себе. Лишь только мы дадим Ему свое произволение. Скажем, Господи, приди и добрым своим изменением измени сердце наше. И да не станем мы одесной, не скажем горе, горе, увы, увы, но скажем, Господи, вот мы и хотим пребывать с Тобою, и проведем этот пост, и вместе скажем друг другу Христос Воскресе, обнимемся, спразднуем Пасху, и Бог даст и в этой жизни, и в будущем. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.